Чекап здоровья начинается с заполнения специально разработанной Минздравом анкеты. 25 вопросов разделены на 4 блока, благодаря которым выявляют факторы риска развития инфекционных, онкологических, хронических, обструктивных заболеваний лёгких, сахарного диабета второго типа. Далее – обязательная процедура измерений, рост, вес, окружность талии, давление, осмотр полости рта. Затем вам медработник предлагает удобное время для записи к врачу общей практики, куда вы приходите уже непосредственно со всеми обследованиями. Врач анализирует данные обследования, их назначает либо лечение, либо дополнительные диагностические обследования, и выдаётся заключение о прохождении диспансеризации в виде выписки из амбулаторной карты. Пациентам от 18 до 40 необходимо проходить осмотр раз в три года, старше 40 ежегодно. Запись идёт онлайн через регистратуру колл-центр. Для удобства созданы все условия – приём в отдельных кабинетах с 8 до 20 часов. Более того, для прохождения диспансеризации работникам предусмотрен оплачиваемый выходной. Пришла и врач меня направила, чтобы проверить своё здоровье, полностью обследоваться, пройти все необходимые, знать анализы. Считаю, что это важно и необходимо для каждого человека, который заботится о своём здоровье. В обязательном порядке профилактический осмотр должны проходить и дети. Протокол обследования, периодичность и перечень врачей зависят от возраста ребёнка. По результатам диспансеризации медработник определяет наличие или отсутствие заболеваний и устанавливает группу здоровья. Справка выдана педиатрам о состоянии здоровья после проведенной диспансеризации действительно один год. Поэтому в следующем году, ребёнка месяц рождения, они должны прийти в поликлинику для прохождения диспансеризации повторно. Проходить диспансеризацию каждый год – это важно для здоровья своего ребёнка и для своего же спокойствия, что я буду знать, что с ним всё хорошо, и он в порядке и чувствует себя прекрасно. Государство делает всё необходимое для здоровья белорусов. Кроме диспансеризации, ежегодно проводится вакцинация против гриппа. Она продлена до конца января. За уколом иммунитета особенно ждут детей от 6 месяцев до 3 лет, людей с хроническими заболеваниями, беременных, пожилых. До прогнозируемой атаки вирусов ещё есть время.